Значит, фазовые тропические многообразия — это такие, как бы, не многообразия, но это какие-то топологические многообразия, вот, значит, ну, прежде чем их вообще про них говорить, значит, я, как бы, много буду говорить про них. Сегодня такая будет лекция введения вообще в тропическую геометрию, как бы вообще, что это такое, откуда это пришло, и, значит, сегодня план такой, что я расскажу, что такие амебы. Кто такая куамеба? Ну, вообще, кто такие тропические многообразия? И если успеешь, кто такие фазовые тропические многообразия? Ну, может, не успею. Значит, про амебы очень хорошая книжка, всем рекомендую, даже если вы не хотите ничего знать про амебы, книжка все равно прекрасная, это Гельфан Капранов-Делевинский. Так, это называется у меня «Ссылки, куда смотреть». Значит, книжка прекрасно написана, много разных идей, картинки, все такое. Значит, оттуда, собственно, слово «амеба» пошло. Еще есть очень понятный обзор Михалкина. Название я точно не помню, там есть слово «амебы». Амеба, по-моему, амебы алгебрических многообразий. Вот, ну, начнем, да? Значит, амеба вообще имя неудачное, как вы сейчас сами увидите. Значит, ну, начнем с простого, откуда все пошло. Рассмотрим, значит, алгебрическое многообразие в... Сейчас это афинное такое, значит, алгебрическое... Начнем мы вообще с простого случая, когда V, значит, пример, собственно, наверное, главный пример в течение всех моих лекций, когда V – это гиперповерхность. Значит, V – это нули какого-то многочлена, флорана. А, значит, F – мы его обозначим там с C, A, Z, A, U. Значит, ну, вообще мы, наверное, зафиксируем вот набор маномов, то есть А, значит, принадлежит к какому-то множеству, конечное множество, значит, это конечное множество. Мы обозначим эту решетку N, значит, это решетка. Это обозначение, понятно, что это означает, да? То есть если у нас есть там A1, там, An, какой-то, значит, набор целых чисел, то Z в степени A – это Z1 в степени A1 умножить на Zn в степени An. А, значит, Z – это какие-то там комплексные числа, коэффициенты. Значит, рассматриваем такое отображение, называется логарифм, значит, отображение из C со звездочкой в степени N в Rn, где мы просто берем наш Z1, там, Zn и посылаем его в логарифмы модулей соответствующих компонент. Базу логарифма я пока не пишу, можете считать, можете взять свое самое любимое число, там, 7, скажем, и мы хотим узнать, что происходит при таком отображении с нашим алгебрическим многообразием, как оно выглядит. Значит, амеба, P по определению – это образ нашего многообразия. Значит, это подможество какой-то Vrn. Значит, ну, давайте пример какой-нибудь рассмотрим. Я хочу показать, как это бывает. Ну, пример такой, например, возьмем гиперповерхность, которая задается самым простым интересным уравнением F1 плюс Z1 плюс Z2. Значит, это прямая с звездочкой в квадрате. Ну, значит, хотим узнать, как выглядит у нее амеба. Ну, утверждение такое, примеряем. Значит, амеба, вот такой штуки. Ну, я когда буду писать, значит, вот не от V, буду писать, обозначать ее с индексом F, это означает, что амеба вот этой гиперповерхности. Выглядит она так, примерно. Значит, я объясню сейчас, почему. Это вот такая, как бы, штука. Вокруг, значит, тут, как бы, координатные оси так выглядят, и тут такая диагональная, диагональный луч. Значит, почему она так выглядит? Ну, во-первых, давайте обратим внимание, вот если у нас, что вот здесь вот находится? Почему здесь ничего нет? Да? Ну, вот посмотрим, значит, что, значит, нам надо. Возьмем, что такое здесь? Здесь это когда логарифмы х и у отрицательные. Причем отрицательные больше, чем, более отрицательные, чем какое-то, вот, значит, число, почему там ничего нет? Ну, потому что, если вы обратите внимание, если, значит, абсолютное значение каждой из координат меньше, чем одна вторая, допустим, да, то решение такого уравнения быть не может, да, потому что, значит, что такое 1 плюс z1 плюс z2? Это, значит, три вектора. Один вектор — это 1, второй вектор — это, значит, z1, и третий вектор — это z2. Значит, они образуют такую замкнутую, ломаную. Ну, понятно, как сказать, по неравенству треугольника, значит, если эти длины короче, чем половинка, они не могут, значит, замкнуться. Здесь пусто. По аналогичным соображениям, то есть, значит, почему здесь пусто? Потому что здесь доминирует и 1, то есть 1 сильно больше, чем, допустим, 2 z1 и 1 тоже больше, чем 2 z2 вот в этой области. То же самое аналогично вот здесь вот, как бы тоже будет пусто по причине аналогичной. Значит, здесь у нас главное, там самый длинный вектор будет z1 и он, соответственно, больше, чем там 1,2 и он же больше, чем 1,2 на z2. Два таких неравенства нам определяет вот такой конус не пусто. И это, значит, наблюдение, оно общее наблюдение. Общее наблюдение такое, что если у нас есть, значит, q, обозначим это q, это многогранник Ньютона, нашего многочлена, то есть это все мономы берем, берем выпуклую оболочку их, значит, рассмотрим такой многогранник. Значит, если у нас есть вершина, это v, то вот как-то так, многогранник, какая-то вершина здесь, v, тут какие-то еще есть, значит, мономы у нас a, a. Но если у нас, значит, как сказать, соответственно, соответствующий моном большой, там c, v, z, v, а z в степени v очень большой, ну, скажем, больше, чем, не знаю, там, 100, где 100, это, ну, число порядка, количество всех мономов, значит, больше, чем c, a, z в степени a, для всех a, не равных v, тогда решений нет. Да, ну, как мы эти неравенства все можем переписать, вот, в термин наш логарифмов, ну, берем логарифмы от обоих частей, как и, значит, примерно это выглядит так, логарифмы взяли, получили там, сейчас как-то правильно это получить, v минус a умножить на логарифм z ну, больше, чем какое-то число, там, скажем, не знаю, m. Вот такие всякие если посмотреть, что это такое, это получится как раз конус, ну, извиняюсь, это не не будет обязательно конусом, но вот что хочу сказать, какое, значит, утверждение я хотел сделать, утверждение следующее, что если мы берем, как бы, нормальный конус, вот, на чем, c, c, это значит нормальный конус, нормальный конус, нормальный конус к многограннику в точке вершине v, нормальный конус означает все, нормальный конус, значит, он лежит в двойственном пространстве, значит, как-то я обозначил мою решетку n, да, вот у меня вторая решетка еще двойственная решетка, так вот, это все линейные функционалы, которые, у которых максимум достигается в точке v, то есть это линейные функционалы, функции с максимумом, с максимумом на q в точке v. Ну, в данном, как выглядит это очень, как раз вот так вот. Это вот картинка для cv. Если, значит, так, сам конус монетачный, мало о чем можно сказать, потому что всякие там 100 и всякие другие штуки, логарифмы коэффициентов, но если мы его подвинем чуть-чуть как бы внутрь себя, то он точно будет пустой. Как бы наблюдение такое, что вот это вот как бы m, она, значит, вот отвечает за как бы сдвиг конуса внутрь. то есть, если мы подвинем, то зрение такое, что cv плюс какой-то там внутренний вектор, плюс там, не знаю, по-начимому, epsilon v, epsilon v – это внутри этого конуса. Для какого-то существует такой внутренний вектор, так что весь этот сдвинутый конус, то есть, в данном случае это будет, ну, как-то вот мы его подвинули вот сюда, таким цветным, цветным его сделаем. Зеленый и сдвинутый конус, он вот как бы будет пустой. В нем нет никаких решений. Вопрос есть по поводу этого? Это очень как бы важное наблюдение, собственно, начала всей тропической геометрии. Очень простое, но тем не менее, как бы реально тропической геометрией вот это все. Ну, почти все. Так, ну, значит, хорошо. О чем мы еще знаем? Вот мы хотим теперь сделать такое утверждение, что значит, на самом деле вот эти сдвинутые конусы, они принадлежат разным компонентам дополнения. То есть, вот эта штука, значит, утверждение следующее. Значит, то есть, каждый конус в дополнении, но более того, значит, разные конусы для разных вершин. Значит, если V1 не равно V2 вершины Q, тогда вот эти как бы конусы CV плюс а, тогда так скажем. Да, такие вот сдвинутые конусы CV плюс Epsilon V А 1,1 и CV2 они принадлежат разным компонентам. к чему? Ну, давайте, вот, значит, для этого такая важная функция, называется функция Ронкина. Функция Ронкина это такая штука, значит, позначим ее φ, она живет на rm, функция Ронкина. это такой как бы пушфовард такой псевдо субгармонической функции. Сейчас я напишу ее в степени n, надо проинтегрировать по образу. Значит, точки, прообраз точки ВРН это, понятно, тор, n-мерный тор, по нему интегрируем такую штуку, алгоритм модуля самой функции f от z, ну и какую-то меру на такую форму объема, ну, как бы самая обыкновенная форма объема нахнутая со звездочкой. Ну, логарифм, понятно, прекрасен, кроме того, когда он берется от нуля, тогда, ну, как вот у нас уже принято, это минус бесконечный тем не менее интеграл всегда как бы сходится и дает прекрасное число, то есть всегда определено. Наблюдение такое, значит, этот алгоритм это как это называется плюри плюри сабхармоник плюри значит, соответственно, пушевард это будет такая выпуклая функция, то есть эта функция отсюда вывод такой следует, эта функция выпуклая, значит, на участках, где логарифм не минус бесконечность это значит, функция на самом деле плюри гармоническая, потому что это ну, как бы действительная часть от галаморфной функции, плюри гармоническая функция дает, значит, если сабу как это убрать, саб перечеркнуть, значит, это нам будет афинная, то есть отсюда какой у нас получился вывод, значит, вывод такой, что эта функция выпуклая, афинная, значит, афинолинейная или афинная, афинная на компонентах дополнение к амебе. Ну, это вообще очень загадочное, надо сказать. Я потом скажу один пример. Она, ну, достаточно сложная функция. Она не гладкая. Как бы у нее там, по-моему, n пополам у нее гладкости, то есть cn пополам в местах сгибов. Ну, как бы интересный факт про нее следующий, что вот где она афинная, какой у нее наклон. Это можно посчитать, значит, если мы выбрать, значит, вот давайте посмотрим вершин. На самом деле ее можно посчитать вообще полностью на этих компонентах компонентов, которые соответствуют вершинам, значит, фи, как сказать, ограниченная, ну, вот их как-то надо обозначить. вот эти компоненты здесь вот такая. Значит, посчитать ее можно, она просто будет, это будет фиг на уэ, это в икс плюс вот дариф коэффициент. То есть, вот, ну, я так примером покажу. Значит, вот у нас вот есть наша 1 плюс z1 плюс z2 такая вот наша компонент. здесь она равна нулю, то есть фи равняется нулю, здесь фи равняется x1, а здесь фи равняется x2. ну, а здесь на самом деле тоже интересный вопрос, как бы кому вот нечем заняться, можно посчитать ее здесь явно, а это будет какой-то в общем, это тоже как сама функция выглядит над амебой, тоже интересно, как-то связано с делогарифмами и все такое, здесь на самом деле тоже какая-то есть математика. Но смысл такой, что теперь мы видим, что функция это на самом деле разная на этих на разных компонентах, поэтому соответственно компоненты они не пересекаются. Все это как бы показывает почему эти две компоненты, почему два конуса лежат в разных компонентах. Так. Ну, есть такое, как бы эту функцию мы ее рассмотрели прекрасно, значит, есть соответственно можно ее продолжить до кусочной линейной функции, то есть забыть, что происходит над непосредственно амебой, просто рассмотреть кусочки, где она афинная и попытаться ее продолжить до кусочной линейной функции. до кусочной линейной функции. То есть данная кусочная линейная функция будет просто так вот выглядеть. Значит, здесь она ноль, здесь она x1, здесь она x2, тут она будет гнуться, тут будет гнуться и тут будет гнуться. И вот места, где она гнется имеет название, это называется хребет спайнг по-английски, то есть место точек, где она гнется, место точек, где вот это продолжение нелинейное, нелинейное, как бы негладкое, нелинейное, место точек, где вот это продолжение нелинейное называется хребет спайнг. Вот это я вот, значит, коамёбы. Амёбы. То есть тут сразу видно, что слово амёба неудачное, да. То есть амёба, вроде как она такая одноклеточная, никакого хребта у неё нет. Значит, теперь перейдём. А, ну есть ещё другой способ, на самом деле. Вот есть такая хорошая очень тоже статья, тоже очень саморекомендую. Фортберг. Пасаро. Значит, на самом деле, вот, если у нас есть, значит, если х принадлежит дополнению где-то, да, то есть это R, Rn, минус, значит, это амёба. Вот, тогда можно, на самом деле, посчитать наклон по-другому вот этой функции. Тогда, значит, df в точке х, это, значит, такая штука, это надо брать, ну, такой, как бы, функционал, который, если вычисленный, значит, он берёт гомологический класс в Торе. Значит, это, значит, это принадлежит к какой-то, значит, луп, как это, цикл. Окружность берёт в этом Торе, значит, и, соответственно, сопоставляет ему целое число, которое есть, значит, интеграл. Вот такой вот круг гамма. То есть каждому гомологическому классу мы сопоставляем число. Всё вместе это определяет нам функционал на гомологических классах. Гомологический класс — это, как раз, значит, касательное наше пространство к Rn, ну, и, соответственно, получаем элементы двойственного пространства, значит, и утверждение, значит, теперь такое, что это, на самом деле... А, значит, это, значит, у нас получается отображение, значит, это, значит, локально постоянно. Локально постоянно. То есть, значит, оно постоянно на компонентах. И, значит, утверждение такое, что если у нас есть какой-то... А, ну, таким образом... А, и значение этой штуки, оно лежит в... А. В множестве маномов. Всегда. То есть у нас есть отображение из компонента. То есть, таким образом, получаем, значит, отображение из, значит, компоненты дополнения. Которое неактивное. Таким образом, на самом деле, мы можем отсюда выяснить, что... Более того, мы всегда попадаем в вершины. Многораника нет, у нас здесь. То есть оно сюрлективно на вершинах. Вопрос, попадаем ли мы во все, как бы, точки из множества А. Нет, он, на самом деле, очень сложный. То есть вопрос, он открытый реально. Все зависит от коэффициентов. Ну, отсюда, значит, люди изучали, изучали. Я не знаю, насколько сейчас это бурная деятельность. Но там в начале 2000-х это была очень бурная деятельность. Вообще, каких-то конкретных, значит, амеб. Понять, какие там у нее компоненты дополнения существуют. То есть, например, вот такой пример рассмотрим. 1 плюс x в кубе плюс y в кубе плюс, допустим, 100 xy. Амеба выглядит примерно так. Значит, давайте сначала нарисуем многогранник. Нет, значит, это у нас 1, это у нас y в кубе, это у нас x в кубе. Тут где-то в серединке этого треугольничка лежит маном xy. Ну, если нарисовать амебу, она действительно будет выглядеть очень как-то вот так, с дыркой. Наверное, отсюда слово амеба, что у нее тут будет дырка такая. Амеба выглядит вот так вот. Но если вместо 100 взять, например, там 2, дырки уже не будет, она как бы закроется. Ну, нам это все не важно. То есть, вот мы хотим, нас только интересуют вершины. Потому что мы хотим, значит... А, давайте еще один пример покажу. Вообще, называется штаны. То есть, это были штаны. А, вот это были штаны. Настоящие штаны. А теперь, значит, такие многомерные штаны. Это то же самое. То есть, это 1 плюс там z1, плюс z2, плюс zn. Вот, для них на самом деле, по-моему, все понятно. Как я сказал, у нас сама функция Ронкина сложная. Мне кажется, в размерности 2 это какие-то там диалогарифмы, в размерности 3 там тоже какие-то эллиптические интегралы. В общем, на самом деле сложно. По-моему, в размерности 4 старше никто-то толком не вычислял эту функцию. Вот. Но про компоненты дополнения все понятно, потому что там как бы ничего больше нет. То есть, штаны это что такое? Это вот такие. Уни-модулярный симплекс. То есть, 1, x, 1, x2, x3, x2. Там никаких внутренних точек нет, ничего нет. А для вершин мы знаем, как это выглядит. Я рисовать трехмерную картинку, наверное, не буду, потому что это очень сложно. Для штанов, на самом деле, еще можно подумать про эту амебу как компактифицированную амебу. Мы, значит, такое есть отображение из Rn во внутренность симплекса. Значит, это внутренность симплекса. Наверное, так мы его напишем сейчас. E в степени x1, E в степени xn разделить на сумму 1, ну, вообще всех, 1 плюс сумма всех экспонентов. Значит, это отображает нам Rn в такой треугольник, симплекс. Когда мы знаем, как образ этой амебы там выглядит, он такой, на самом деле, получился полиадоральный. Надо взять следующее. Ну, можно как бы явно ее написать, эту штуку, то есть можно взять отображение из C со звездочкой. Это отображается в Z1, Zn делить на 1 плюс Z1. А ее образ тогда будет, значит, тогда, значит, как-то обозначим его, ну, не log, mu, да? Тогда mu от вот этих вот штанов. От штанов. Это будет такой, значит, надо взять середины ребер и взять выкупкую оболочку. В данном случае это будет треугольник. Тут это как-то октайдер, наверное, да? Шесть ребер. Так, ну, теперь переходим к семействам. Мы не хотим изучать алгебраческую геометрию, в отличие от, видимо, остальных докладчиков. Мы хотим изучать другие геометрии, которые... Вот тут там много про дирациональное, вроде как это примерно одно и то же, на самом деле нет. Я считаю, что это совершенно разные вещи в очень многих планах. Хотим изучать геометрии, которые не меняются в семействах. Например, там гомотопический тип, да? То есть у нас есть там гиперповерхность, да? Мы ее немножко деформируем, хотим изучать как топологическое пространство. Например, она такой самый тупой вопрос. Хотим чего-то больше. Например, хотим... Значит, что не меняется в семействах? Ну, первое, это я скажу, там топология, да? Второе, что не меняется? Вот, ну, тут этот вопрос уже более интересный. Симплектическую геометрию хотим изучать. Симплектические, значит, если у нас есть семейства, там, не знаю, гиперповерхностей, они все симплектоморфны, если хотим изучать теорию, там, не знаю, Фукая, там, Фукая, там, других всяких симплектических ребят. Ну, вот неважно, какое берем, она вся более-менее так одинакова. Значит, симплектическую геометрию. Ну, какой-нибудь такой, вроде как, алгебрический вариант. Например, там, теорию Ходжа, да, вот хотим изучать. Теория Ходжа, ну, вот, если у нас там семейство, там что-то меняется, какие-то фильтрации там, это всякие есть. Но числа Ходжа, они не меняются, да? Вот, если мы хотим просто числа попонять, нам тоже не надо конкретно вообще ничего знать. Там, не знаю, числа Ходжа, например. Что еще хотим изучать? Ну, вот, наверное, пока хватит. Про топологию я расскажу, я надеюсь... Ну, сегодня, может, начну. Точно расскажу, вот, в следующий раз, на втором докладе. Симплическую геометрию, я надеюсь, какую-то, так сказать, дать идею, я там доклад делаю на конференции, так что, может, кому интересно, приходите. Про числа Ходжа я думаю, что расскажу, вот, на какой-то там третий, наверное, лекции, как вычислять числа Ходжа, вот, исключительно вот из такого вот, такой вот, тропической геометрии. Может, еще чем-то расскажу. Посмотрим. И на самом деле, комплектная геометрия тоже, в каком-то смысле, понятна, как ее закодировать. Вот. Ну, начнем так вот с какого-нибудь, с чего-нибудь начнем. Начнем с семейства гиперповерхностей. Какие семейства? Ну, семейства совершенно бывают разные. Вот сам простой, это у нас семейство над проколотым диском. У нас есть уравнение, допустим, с какими-то коэффициентами, которые зависят от параметра Т, который живет в проколотом диске. Ну, такой простой, давайте начнем с такого примера. Пример такой. Значит, у нас есть семейство теперь от Т. Как у нас все было раньше, СА, З, степень А. Но тут мы теперь поставим букву Т и возведем ее в какую-нибудь степень. Это от А. Значит, если мы хотим алгебрическое семейство, наверное, мы хотим эти числа, чтобы они были целые. То есть это, это какая-то функция из А, целое число. Ну, и теперь что мы делаем? У нас вот есть куча этих амеб. Значит, мы хотим как-то их предел понять. Предел? Значит, хотим рассмотреть такой предел. Значит, берем амебу, соответствующего Т. Ну, амебы сами, они, конечно, никого предела не имеют. Правильно, надо рассмотреть. На самом деле, как бы их нужно немножко, как бы, вот, как у нас Дрик рассказывал, надо взять, поделить на логарифм, значит, параметры. То есть, логарифм Т. Ну, а если мы хотим, значит, Т куда стремится у нас? Значит, Т стремится к нулю. Ну, тут надо правильно минус сделать, потому что это ответственное число. Значит, что такое предел? Вот это какие-то там, не знаю, подмножество. В каком смысле берем предел? Предел берем в смысле Хаусдорфа. И что получим? Вот тут, собственно, это называется тропическая геометрия. Ну, так скажем, ее на начало. Значит, объект, который получится, он очень, там, замечательный. Давайте вот в этом, вот конкретно в этом примере все можно понять. Значит, если мы берем, значит, так, мы на самом деле рассмотрим амебу, амебу вот всего этой штуки. Вот мы ее, как бы, как бы считаем, что Т это дополнительная переменная, у нас теперь переменных стало на одну больше, значит, ну, и амеба стала жить в РН плюс один, где мы добавили лишнюю, значит, координату еще. И теперь мы, на самом деле, что важно при таком пределе, это как будет выглядеть многогранник Ньютона эти штуки внизу. То есть у нас вот были эти, значит, здесь у нас, это наш, как сказать, координата Т, а это координаты, ну, соответственно, там, ЗТ. И если мы теперь заметим, у нас вот эти вот вершины есть, означает, что амеба, если мы ее будем рисовать в двойственном пространстве, она будет выглядеть так, она, значит, у нее там что-то есть, какие-то штуки, но главное, что у нее вот здесь вот ничего нет. То есть это будет выглядеть вот так вот. Ну, мы только что показали, что здесь у нас целый, как бы, конус пустой. И теперь что мы делаем? Теперь мы берем, значит, фиксируем какую-то Т. Вначале мы берем, как бы, грубо говоря, ну, там, какой-то, значит, там, Т здесь. И теперь что это значит, что мы делим на логарифм Т? На самом деле мы, как бы, смотрим, мы, как бы, пытаемся вот эту штуку, вот, получили здесь какую-то штуку. И мы ее теперь делим на вот это расстояние, да, то есть это расстояние, это как раз логарифм Т. Зазначается, что мы, как бы, мы сидим тут в нуле и так смотрим вдаль, да, и смотрим, что мы видим. Что мы видим? Ну, и на самом деле понятно, что мы видим. Мы видим вот асептический конус вот этой нижней части от этой вот амебы. Ну, и, соответственно, отсюда, как бы, вот наблюдение такое. Это предел. Существует. Убление такое. Значит, это предел. Как-то давай его обозначим как-нибудь. Обозначим буквой Х. Такое, такое, кривое Х. Потому что это будет торпическое многообразие. Значит, Х – это такая штука. Это, как бы, конно-локус вот такой функции. Значит, мы берем теперь АХ минус… Значит, набор леглинейных функций. Берем максимум штуки. И, значит, вот такая вот функция F – тропическая. Вот. Это, собственно, все, чем занимается тропическая геометрия, более-менее, на данный момент. Это как-то объяснительно, или это более-менее интуитивно понятно? Почему это… Откуда это взялось? Ну, потому что, если вы посмотрите как раз на всякие вот эти двойственные, на нормальные конуса, они вот как раз соответствуют… То есть, вот эта, собственно, функция, она вот и есть. Эта функция, которая… Значит, как сказать… Это преобразование Лежандра. Значит, это Лежандр. Преобразование от функции, собственно, Эта. Эта. Так. Так. Ну давайте сейчас скажу, что такое тропическое многообразие А, это тропическое многообразие Это называется тропический многочлен А это называется тропическое многообразие Значит, X Это больше тропическая гиперповерхность Я тут как-то немножко, может быть, быстро все это сказал Итенберг приедет Вообще, как бы, по плану он должен был до меня рассказывать Он должен был все это, как бы, очень аккуратно сказать Я думаю, что он завтра вам снова все расскажет Немножко более, как-то так, подробнее и понятнее Вот Значит, вообще, что такое тропическое многообразие? Значит, ну я, как бы, такое дам определение Не очень, как сказать, точное Значит, это X Ну давайте сначала ВРН Значит, ну это такой, как сказать Это полиэтральный комплекс Который, значит, обладает таким свойством С весами С весами на максимальных гранях Который обладает таким условием сбалансированности Балансированность Балансированность – это такое условие Значит, мы берем Берем грань Который размерности 1 А, ну он должен быть, наверное, какой-то Чистомерный То есть там N-мерный К-мерный Берем, значит, вокруг Значит, что это такое сбалансирование? Вокруг Грани К- одномерный Берем все грани А, значит, еще такой Балансированный полиэтральный комплекс С целочисленными наклонами С весами на максимальных гранях И целочисленными наклонами Значит, вокруг Камерной грани Берем какую-то камерную Грани Берем, там, наоборот, чем-нибудь Ф Ф Берем вокруг нее все грани, которые с ней примыкают Значит, берем Вокруг, как бы, грань, которая Пара К-грань и К-1 Грани, она имеет, как бы, такое Направление Берем примитивный вектор В этом направлении Берем вот все примитивные вектора Ну, они определены По модулю вот этой вот К-1 мерной Грани То есть берем тогда Берем сумму этих примитивных векторов Она должна равняться нулю С этими весами Которые, собственно, вот тут У меня лежат В-1, В-2 В-3 По модулю, да По модулю Вот этого Ф Ну, тут хочется Сказать, что Предел всегда существует В любое семейство Хотим сказать, что Предел всегда есть Что он всегда тропическое Многообразие Конечно же, это неверно В РН Ну, там простой пример Какой-нибудь Здесь семейство Значит, хотим Теорему компактности Хотим сказать Что Предел всегда существует Всегда Существует Ну, это Значит, неверно Если вы На секунду Задумывайтесь У нас есть Набор точек В Те-со-звездочкой Например, да Которые У которых Абсолютное значение Убывает Допустим Да Мы Как бы Насмотрим на их Значит, это Абсолютное значение З1 З2 Значит, логарифм Извиняюсь Логарифм Логарифм Убывает 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 Ну, и убывает Все куда-то Уходит В бесконечность Нет предела Значит, тут Хитрые Ну, это как всегда Потому что у нас Все Афинное Мы же Если мы хотим Какие-то компактности Теория компактности Мы все должны Компактифицировать И такой Такой способ Компактифицировать Это все Закомпактифицировать Проективное пространство Закомпактифицируем В ПН Я тут поставил Такую буквочку Т Типа Тропическое Проективное пространство Если вы знаете Что такое Проективное пространство Это то же самое Где надо Все знаки Там Плюсы Заменить на Максимумы И Умножение Заменить на плюсы Ну, такой Самый, наверное Простой способ Это взять у нас Как у нас Обычно это бывает Берем Что такое Т Вообще Что такое Афинное Тропическое Это значит Наша R Ну и Принято добавлять Там минус бесконечность К ней Это как выглядит Как такой Типа луч Тут минус бесконечность Как топологическое пространство Это луч Теперь берем Их несколько штук Берем Т Минус 1 Выкидываем Из него Ноль Ноль Это у нас Будет Собственно Минус бесконечности Все И теперь Значит Берем То есть Это что такое У нас Один луч Другой луч Ноль Выкинули И теперь Берем Фактор По Умножаем На Как у нас Обычное проективное пространство Это умножение На ненулевое Комплексное число А тут Надо Соответственно Умножение Переходит на Добавление То есть Как бы Х Эквивалентно Х Плюс Лабда Посмотрите Это выглядит Вот так Не знаю Как-то правильно Нарисовать Например Что такое TP1 Это Вот такой Как бы Эквивалентности Вот таких Вот Лучей Тут Лучи Все заканчиваются Тут Значит Эти все точки Эквивалентны А это Нет Потому что Мы не можем Добавить Лямбда Действительное число Этот Весь Луч Он на самом Эквивалентном Одной точке Потому что Топологически Это Как бы Отрезок Такой Вот Ну там Есть Такой Вот Если у нас Есть Теперь Давайте Я напишу Эту теорему Теорему Компактности Что если у нас Есть Там XT Семейство Проективных Многообразий ЦПН Ограниченной Ограниченной Степени Так сказать Ограниченной Степени То Тропический Предел Значит Существует Тропический Предел Для подпоследовательности Ну для какой-то Значит Надо Для подпоследовательности Такая Теорема Компактности То есть В данном случае Предел Тоже Существует Просто Он Как бы Будет Предел Если его Компактифицировать В P1 То предел Будет Вот Как бы Конец Этого P1 То есть Может Все куда-то Выродиться На На Грани Нашего Симплекса Ну и так Для общего Иногда Такие Значит То есть Мы Теперь Хотим Что такое Тропический Предел Теперь Тропический Предел Теперь Тропическое Многообразие Значит Это Тропическое Многообразие Тропическое Я не буду Определять Что это Такое ТПН И степень У него Не старше Чем Как бы Вот Значит Я хочу Там может быть Совершенно Плохой Тропический Предел Как в данном Случа Я не хочу Таких Хочу Хорошие 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 Для меня Это будут Гладкие Значит Скажу Я наверное Скажу Пару слов Потому что Если дело Дойдет До Теории Ходжи То это Мне понадобится Хорошие Назовем их Дальше будем Назовать их Как гладкие Хотя Есть Хорошие Но не обязательно Гладкие Гладкие Точно хорошие Гладкие Тропические Многообразие ТПН Ну У нее Как бы Есть два Таких Основных То есть То же самое Значит Это все Там Сбалансировано Все как Раньше Сбалансированный Романный Полидеральный Комплект В каждой Страте Комплекции Во всех Стратах В каждой Страте В каждой Страте Правильно То есть Это вот Эта штука Она Сфортифицирована Да То есть ТПН У нее Она Ну У нее Топологически Она Как Симплекс Соответственно Есть внутренность Которая Раньше Была У нас РН Ну и Соответственно Каждая Страта Она Тоже Как РН Ну Р Меньшей Разменности То есть Там Мы можем Сказать Что такое Сбалансированность Это Первое Условие Это Как Раньше Все Там Ну С Этими С Рациональными Наклонами Значит Тут Есть Два Еще Дополнительных Условия Которые Одно Условие Про Бесконечность То есть Мы не хотим Такого Типа Например То есть Не хотим Вот Что-нибудь Такого Которое Вот у нас Тут Что-то Хорошее Тут вдруг Пошло Что-то В угол В угол Мы не хотим То есть Мы хотим Чтобы оно Когда выходит На бесконечность Оно выходило Прямо Куда Оно И должно Это Наверное Называется Регулярность На бесконечности Регулярность На бесконечности Ну Наверное Это можно Написать Так Что Если у нас Есть Какая-то Точка В страте Окрестность Точки Точек В старших Младших Стратах По всех Стратах В страте Допустим Там Обозначим Страту Дельта Ну Как-то С каким-то Индексом Где Индекс Это Сколько Значит У нас Зетов Обнулилось Выглядит Как Выглядит Как Цилиндр То есть У нас Есть Значит Сигма Сигма Лежит В этой Страте Дельта Дельта И Умножить На Соответственно Как бы Луч Обозначим Т Страте 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 Как бы Вокруг Вокруг Этой Точки Это Должно Выглядеть Как Что-то В этой Страте Умноженное На Соответственно Вот этот Луч Который Туда Приходит То есть Такое Мы Не хотим Не хотим Чего Не хотим Не хотим Мы Не хотим Вот таких Штук Плохо И Третье Условие Это Как сказать Локально Что такое Гладкие Многобранные Они Выглядят Как Афинное Пространство Локально То есть Как Вы Или Там ЦН Значит Третье Условие Это Матроидальность Локально Матроидальность Локальная Значит Матроидальность Тропической Геометрии Это Эквивалент Линейных Пространств Линейные Пространства Как вы Заметили Уже Тропической Геометрии Не Эта Штука Вы Выяснили Это Собственно Тропическая Прямая То есть Это То есть Попрямее Не бывает Хотя Выглядит Вот тут Немножко Не прямо Тем не менее Вот Люди Думали Думали Придумали Наверное Самый Такой Правильный Способ Локально Выглядеть Как Как ЦН Ну Или как Там ТН Это значит Вот Такая Матроидальность Я сейчас Так У меня еще Полчаса Полчаса Да Еще Ну Давайте Скажу Во-первых Это просто Очень такая Богатая Наука Про Матроиды Красивая Немножко Сложная Наверное Ко вся Комбинаторика Что такое Матроид Ну я наверное Не буду описывать Что такое Матроид Вообще Я как бы Расскажу Просто Идею Что такое Матроид Матроид Это Ну такое Множество Для нас Это будет Конечное Множество Значит С С Такой Функцией Значит Ранга Какие там Положительные Неотвестительные Числа Функция Ранга Удовлетворяет Значит Модель Для представления Матроида Это значит Набор Гиперплоскостей В ПН Модель Правильная Такая Это Гиперплоскости Ну там В ЦПН Значит Ранг Это в данном Случае Ранг Это Коразмерность Пересечения Пересечений А Ранг Извиняюсь Значит Ранг Определен Для каждого Подмножества Извиняюсь Матроид Это значит Есть множество И И для каждого Подмножества С И У нас есть Значит Такая функция То есть На любом Подмножестве Мы Определяем Аксиомы Там какие-то аксиомы Есть Но они такие Более-менее Понятные Что если Там взять Объединение То ранг Не больше чем Сумма рангов Ну в общем Какой-то Набор аксиом Существует Они все Смоделированы На вот этой Модели Гиперплоскостей В ЦПН То есть Но при этом Надо Забыть в какой-то момент Что это какие-то Гиперплоскости То есть Функция ранга Обладает Каким-то Набором свойств А потом люди Как бы Забыли Что Когда это Набор гиперплоскостей Это называется Реализуемый Матроид Над Каким-то полем Соответственно Есть там Нереализуемые Матроиды Есть матроиды Которые Реализуются Над полем Над конечными полями Не реализуются Над действительными полями В общем Там как бы Целая Наука Такая Вот Ну наверное Я Пример Приведу Сейчас Через секунду Значит По такому Матроиду Строится Веер Называется Веер Бергмана До того Квейер Есть такое понятие Называется Flat Я не знаю Как это по-русски Буду писать Слово Flat Квартира Я не знаю Может это Другой перевод Может Что-то Такое Квартира Значит Flat Это такая штука Это такие Максимальные наборы Фиксированного ранга То есть Для каждого ранга Мы берем Наборы Такого ранга Которые максимальные Которых уже Больше Нельзя Ничего добавить Чтобы они Ранг Свой Не увеличили Значит Максимальные Наборы Какого-то Фиксированного ранга Значит Это веер Бергмана Теперь мы Построим Таким образом Это веер В РН Где Н Это Количество элементов Минус один Строится он так Значит Веер Бергмана Значит Для каждой Flat Для каждого Flat Мы Берем Луч Значит Если у нас С Это Flat Давайте Обозначим F Значит Берем Такой Луч Что Такое Какой-то Набор Элементов Ф То есть Берем Такой Луч Лучи Веера Лучи Где он лежит Во-первых Он лежит В такой штуке Он лежит В R Размерность Нашего Матроида По модулю Значит Сумма всех равна нулю То есть Берем базовые вектора Е1 Е1 Плюс Е1 Плюс Это Прямых нулю Лучи Это Значит Это Е Ит То есть Сумма всех Значит Они Лучи Определиваются Векторами Которая Сумма Значит Базовых элементов Элементов базиса Где И вот этому Принадлежит Флету Значит Конуса Старшей размерности Конуса Это Как бы Такие Флаги Флетов Флаги Флаги Флетов Как-то Совсем Глупо Получается Флетов Ну так Вот То есть Если у нас Есть какой-то Флаг То есть Один флет В другом В третьем И так дальше Значит Соответственно Такому Мы Определяем Конус Который Ну Задается Этими Соответствующими Лучами Давайте я Вот Пример Вам нарисую Чтобы все было Сразу понятно Это называется Вейер Бергмана Он Утверждение Что он Сбалансирован Очевидно Наблюдение Вот я На примере Это покажу Что это Не всегда Тривиальная Штука Пример Мой любимый Пример Такая штука Это значит Четыре Прямые Плоскости Вот так вот Вся ведущая Это Позначим Нулем Это Один Это Два Это Три Значит Ну Какие Тут У нас Четыре Вектора Четыре В смысле Элемента Значит Веер Три Будет Веер Как Веер Будет Выглядеть Но Давайте Мы Выпишем Явно Все Наши Флеты Значит Ну Соответственно Как Все Они Флеты Они Понятно Максимальные Прямые Значит Пересенье Ноль Один Это тоже Как бы Точка Соответственно Что-то добавить Туда уже будет Меньше Чем Точка Ноль Два Тоже Точка Ноль Три Тоже Точка А вот Один Два Например Это Не Будет В этом Понятно Почему Потому что Один Два Можно Добавить Три И Не Изменится Куразмерно То есть На самом деле Флэтом Будет Один Два Три Ну И Собственно Все Вместе Да Но Все Вместе Он Глупый Флэт Потому что Мы По нему Берем Фактор Он Там Все Равен Ну Давайте Попробуем Нарисовать Такую Штуку У Нас Четыре Базовых Четыре Как бы Три Базовых Вектора И Один Такой Как бы Который Тоже Базовый Но Он Равен Суме Других Это И Три И Один И Два Ну Это Обозначим И Ноль Который Равен Суме Ну Там Минус Суме Да Минус И Один Минус И Два Минус Три Теперь Конуса А Еще Значит У нас Вот эти Тоже Флэта Есть Ну Что Это Значит То есть Между Один И Ноль Берем Такую Плоскость Я не знаю Как это Правильно Нарисовать Но Вот В этой Плоскости Будет Еще Один Вектор Который Сумма От Этих Двух То есть У нас Вот Этот Вектор Он Дает Три Плоскости Когда Они В паре С Любым Из Этих Трех То есть В этих Трех Плоскостях У нас Получается Еще По одному Вектору Значит Здесь Лежит Наверное Правильно Нарисовать Надо было Сначала Нарисовать Ответ Ошибся Здесь Конечно Ответ Будет Такой Это Здесь Сюда И Как-то Вот Так Сюда То есть Такая Открытая Книга Из Трех Листов Вот Этот Прямая Общая И Три Листа К ней Прилегают Так Ну вот Это Что такое Локальная Материодальность Проблема Дойду до этого Наверное Может быть Что Значит Так выглядит Локально Наши Гладкие Тропические Многообразия Проблема Что У одного И того же Веера Если забыть Про всю Вот эту Структуру Значит Кто От чего Тут Произошел То Веер Он Достаточно Тупой То есть Это Как бы Вы Говорю По Прямая И С Тремя Как бы Такими Самой Листами К ней Прилегающими Его можно По-другому Понятно Определить То есть Другим Матроидом Один Тот же Как бы Локальный Веер Может Определяться Многими Разными Матроидами То есть Не очень Понятно Какой Из них Лучше Чем Другой И Эта Проблема На самом Деле Вот Я Дойду Может быть Выбрать Какой Из Матроидов Нам Больше Нравится Так К слову Сказать Будет Может Я Скажу Для Гиперповерхностей Вот Это Условие Матроидальности Для Гиперповерхностей Матроидальность Для Гиперповерхностей Есть только Один Матроид Вообще Что Прекрасно В каком-то Смысле Поэтому Это Делает Жизнь Гиперповерхностей Сильно Легче Чем Всех Остальных Матроидальность Эквивалентно Унимодулярности Тренингуляции Унимодулярность То есть Все модели Выглядят так Для гиперповерхностей Есть только Один Матроид Который Как бы Коразмерность Один Нам Даст Это Выглядит Так Вот Мы берем Допустим Это будет Как Матроид Для гиперповерхностей VR3 Выглядит Это Как бы Берем Вот Четыре Луча И Соответственно Натягиваем Шесть Конусов Между ними Всеми Нет Других Матроидов Если Такой Матроид У него Четыре Элемента Значит Ранг Каждого Элемента Один Ранг Каждой Пары Два А ранг Каждой Тройки Тоже Два То есть Вот Тройки Не Дают Нового Ранга Так Так Ну это Вот Пока На будущее Это Все Значит Какая у нас Цель Мы хотим Изучать Как я Сказал Значит Алгебрическое Многообразие Не как Алгебрическое Многообразие А всякие Разные Другие Другие Штуки Ну Многообразие Они сложные Значит Их надо Разбивать На кусочки Да Все Как делают Вот Значит Федерик Он Значит Разбивал Там На какие-то Фибрации Что такое А вот Мы по-другому Будем Мы будем Разбивать На кусочки Исходя Из Вот Тропического Предпредела Значит Это называется Разбиение На штаны Есть Несколько Других Названий Которые То же самое Которые Наверное Были Раньше Значит Так Разбиение Разбиение Ну Я напишу Многообразие Но на самом деле Наука Хорошо Развита Только для Гиперповерхности Я потом Скажу Почему Но если Кому-то Интересно Кстати Это очень Такая Вполне Продуктивная Часть Математики Мне кажется Где можно добиться Каких-то Ну достаточно легко Интересных Результатов Беем Многообразие На штаны Значит Другое имя Наверное Это называется Ну как это По-русски Перевести Наверное Лоскутное Штопаневеро Так вот Это я вчера Придумал Не знаю Не знаю Это значит По-английски Это будет Patchwork Бетенберг Мне кажется Будет Про это Только Я разговаривать То есть Я много Не скажу Значит Идея Такая Очень Простая Хорошая Кстати Тут Ссылка Я вам сразу Скажу Михалкин Написал Статью Давно Называется Пair of pens Decomposition Что-то там Вот Значит В чем идея заключается Ну я начну С Так У меня 10 минут Поэтому Наверное Дальше По примеру Не уйду Никуда Идея такая Вот Берем Кривую Комплексную Кривую Пример Пример С кривыми Это Очень Как сказать Продуктивный Способ Вообще Что-либо Изучать Про кривые Надо ее Разбить На штаны Ну и там Соответственно Всякие Координаты Этого Мельсона Как их Клеить Эти штаны Кривые Пример Кривые У нас Вот есть Кривая Рода Два Допустим Ну как Мы ее Разбить Ну мы можем Ее разбить На штаны Ну как Мы можем Двумя способами Разбить То есть Наверное Есть миллион Способов Как ее Разбить Но нарисовать Можно Наверное Только два Из них Такой Один Способ Разбить И Как же Что-то Можно Вот так Вот Да Значит Это соответствует Тропически Это соответствует Как У нас Две Компоненты Да То есть Компоненты Тропические Кривые Это Графы Значит Компоненты Это вершины Ребра В графах Это соответственно Как бы Вот эти вот Окруженности Саморазбиения То есть Как это выглядит Тут Значит Две компоненты Между ними Такая штука Но и она Сама с собой Склеена Да Значит Вот так Вот А это выглядит Так У нас Значит Есть компоненты Такая Компоненты Такая Значит У нее В трех местах Они В трех Окруженностях Они Две Склеены Вот такие Значит Две тропические Кривые Рода 2 Два Два Таким Разбиением Значит В чем Как бы Идея Где мы Видим Такие Разбияния Ну мы Прекрасно Их видим В амебах Значит Если посмотреть На амебы В зависимости От нашего Семейства Да Мы можем Увидеть Ну где Такую Кривую Рода 2 К сожалению Наверное Нельзя В ЦП2 Нарисовать Да Но мы В П1 На П1 Нарисуем Да Наверное Какого Рода Два На три Да Три То есть Степени 2 на 3 Вот у нас Есть такой Многогранник Ньютона Есть такой Многогранник Ньютона Ну и мы Двумя Разными Способами Можем Триангулировать Это Соответственно Будет Двумя Способами Нам Определять Наши Триангуляции Триангуляции Ну как Первый Нам как-то Надо Значит Надо их Разделить На вот Такой И тут Значит Если Вот такая Триангуляция У нас Возникла А я Наверное Забыл Сказать Самое Важное Триангуляция Откуда Берется Вообще У нас Есть наша Функция Вот эта Вот Это Да Вот я Тут Рисовал Ее Значит У нас Вот есть Наш Многогранник Ньютона Какой-то Куда В нем Есть Набор Этих Самых Точек Которые А Лежат Значит В каждой Точке У нас Ну Я Одномерный Случай Нарисую Значит У нас Есть Вот Значение То есть Тут Какое-то Такое Значение Мы Эти все Значения Поставим На График И Продолжим Вверх Туда Бесконечности Это Называется Аппограф Я не знаю Как это По-английски В смысле Не знаю Как по-русски Аппограф Это Выпуклая Оболочка Всех Лучей Значения И До Бесконечности И Теперь Мы берем Эту Оболочку И теперь Мы Смотрим Как бы Ее Проектируем Значит На нашу штуку И у нас Получилось При этом Вот Наш Многогранник Ку Да Вот Это Ку И он Каким-то Образом Подразбился Если у нас Функция Общего положения То это Будет Триангуляция Вот Поэтому То есть Можно Придумать Как Должна Выглядеть Функция Чтобы Получилась Вот такая Триангуляция То есть Это Если Смотреть На График Этой Функции Сверху А тут Наверное Надо Как-то Так Между ними Должна Быть Штука Что не получим Мы все получим Какой мы не получим А это нам Да Да Эти штуки Это нам Не важно Совсем Да Штуки там Есть Действительно Как-то Штуки Они Про штуки Да Когда Компактифицируем Их можно На самом То есть Они как бы Тут такие Замкнутые Получились Их можно Туда Схопнуть Ну и тут Тоже Как-то Ну сами Нарисуйте Как-то Вот Значит у меня Пять минут Осталось Давайте я скажу Общую Вообще Общую Идею Давайте я скажу Утверждение Значит Теоремы Скажу Сначала Теорему Михалкину Значит Теорема А Что такое Штаны Мы все поняли Штаны Это значит Штаны Это значит 1 плюс Z1 Плюс Zn Равно Нулю Если у нас Есть симплекс Который Не унимодулярный Мы назовем Это тоже Как бы Такие Универсальные Штаны Не как это Псевдоштаны Давайте Псевдоштаны Не как это Суперштаны Не Что штаны Как-то Штаны С Штаны Накрытие штанов Накрытие штанов Накрытые штаны Y Плюс X Y Квадрат Например Это симплекс Имеет объем 3 То есть Он не Унимодулярный Тем не менее Например X Y Мы можем Сделать Такое Отображение Накрытие ИС Звездочкой Вен В себя Которое Накроет Штаны Накрытыми Накрытыми Штанами В общем Одни штаны Накрывают Другие штаны Ну Отображение Такое То есть W Наши новые Координаты Здесь Будут Если у нас Есть какие-то Значит там 1 плюс Z в степени А1 Плюс Z в степени АН Равно Нулю То мы W ИТ Сделаем Z в степени АИТ Вот такое Отображение Сделаем Это будет Накрытие Это будет Абелево Накрытие Станов Соответственно Степени Равной Объему Этого Симплекса Степень Значит Объем Симплекса Да И теперь Значит у нас Так Две минуты Ну давайте Я скажу Теорем Значит если у нас есть Гиперповерхность И кстати Теорема Я две минуты Можно еще Мне может понадобиться Теорема Значит у нас есть Семейство гиперповерхностей Значит семейство Ну давайте Семейство звездочек Сделаем Михалкина Которые Сходятся К какому там Тропическому Пределу Тропический предел Как мы знаем Это всегда Какая-то Значит Тропический предел Х Значит Для этого Икса Значит Соответствует Значит Там Какой-то Многогранник ньютона Этой гиперповерхности Ку С триангуляцией Ти-триангуляция Тогда Эта гиперповерхность Она разбивается На Надо быть Аккуратно Давайте Гиперповерхность Мы компактифицируем Правильным образом Значит Сначала Компактифицируем Гиперповерхность Х Значит Мы ее Засунем В Награграни Ньютона Помноженный На Тор То есть Сначала Она лежала Как бы В цесной Со звездочкой А Значит Там была Х Которая в ней Значит Она лежала В цесной Со звездочкой Процесс Со звездочкой В степени Мы будем думать Как про Внутренность Многограней Ньютона Которую мы Значит Отождествляем С помощью РН Отображением Моментов Помножить На Тор И мы ее Компактифицируем То есть Это не то же самое Что компактификация Там В Мноторическом Многообразии Там Соответствующих Потому что На концах Грубо говоря Такая штука Мы ее Не компактифицируем Точками Да Вот здесь Как В P2 А мы ее Как бы Закомпактифицируем Окружной Системи Соответствующими Вот такая Компактификация Интересно И тогда Значит Теорема Следующим Что мы эту штуку Значит Компактифицируем Это X T Звездочкой Это такое Объединение Штанов Объединение Накрытых штанов Накрытые штаны Гомеоморф Где накрытые штаны Берутся По всем Максимальным Симплексом Сигма Максимальный Симплекс То есть Я наверное Это самое Повторюсь В следующий раз Как-то очень скомканно Все получилось Идея такая Что у нас Есть Семейство Гиперповерхностей Они все Гомеоморфны Друг к другу То есть Но От этого семейства Нам нужен Его тропический По предел Как он себя ведет В зависимости Как мы тут видели У одной и той же штуки Может быть Несколько Как бы Саморазложений На штаны Вот эта Информация Как раскладывать На штаны Она Значит Закодирована В какой тропический Предел У нас получился Тропический предел Мы получили его Значит В тропическом пределе У нас соответствующие Есть такие Как бы Вершины Вершины соответствуют Максимальным симплексом Здесь Вокруг вершины Мы берем Вот окрестность Которая Как бы Вот Вокруг этой вершины Это вот будут штаны И вот если взять Все такие вот Окрестности Вокруг вершин Всех их вместе Значит Сложить То получится Вот Такой Объект Который Гомеоморфен Значит На штаны И там очень склейки Они тоже очень Самоестественным образом Получаются Потому что На Как бы Если у нас есть Вершина и рядом вершина Между ними Значит Грань Типа Отрезок Да То есть Этот Отрезок Он соответствует Симплексу В меньшей размерности И Значит Эти штаны Они как бы Выходят Концами Своими Штанинами Одна штана Одна Одна пара штанов Другая пара штанов Они Штанинами Значит Очень Штанин в штанину Грубо говоря Очень легко Ставить Ну Так я Out of time Ладно Я потом еще расскажу Спасибо Спасибо Аплодисменты Спасибо